Несмотря на то, что нашим ребятам не удалось войти в тройку лидеров, гимназист Роман Остраумов стал лауреатом областного этапа с произведением Марины Москвиной «Моя собака любит джаз». Живая классика – это соревнование для юных чтецов прозирических произведений и отрывков из них. 21 год для этого конкурса стал юбилейным. Живой классике уже 10 лет. Детско-юношеская библиотека принимает участие в нем четвертый раз. Хорошо подобранное произведение Романа Остраумова также сыграло свою роль. Конкурс очень хорош. Очень хорош для детей тем, что он выполняет множество таких задач, как привлечение к чтению, расширение круга чтения. Он учит детей эмоционально воспринимать текст. Он показывает, что у нас еще много читающих детей. Они есть. Притом дети эти все талантливые. У Романа был подобран отрывок, очень ему подходящий. Он его очень хорошо понимал. То есть он выражал отношения, прям чувствуется вот этого автора. Без актерского мастерства в декламации прозы делать нечего. Как признается Роман, волнение перед выходом к зрителю присутствовало. Но как только юноша начал читать и в зале промелькнули первые улыбки, переживаний как не бывало. За пять минут юноше удалось покорить жюри, подачей и эмоциями. Когда я первый раз прочитала этот отрывок «Моя собака любит джаз», у меня сразу почувствовал юмор, который мне очень похож. Также музыка, которая училась не раз в музыкальной школе, дошелся, все время был отличником. И поэтому у меня были музыкальные способности показать это зрителям. Отрывок мне очень понравился, вот как раз этим, юмор и музыкальность. Мне больше не повезло в том, что у меня было слишком много времени. И когда звонили звоночек, из-за этого приходилось сокращать текст. Как признается Роман, чтобы становиться лучше и достигать высоких результатов во всем, нужно постоянно подпитывать мозг новой, полезной и интересной информацией. Роман – частый гость Великого Остерской детской юношеской библиотеки. Без новых знаний не обходится ни один день. В этом году, я думаю, что, наверное, в связи с учебной занятостью немножко пореже, но я думаю, наверстат, упущенное летом. Что обычно берет? Больше фантастику, приключения. В школе Роман зарекомендовал себя как ответственный и подающий надежды ученик. Наставники отзываются о юноше исключительно положительно. Учитель по литературе Елена Башарина помогала Роме в выборе отрывка для чтения на конкурсе. Советовала, направляла юношу. Во-первых, я хочу поздравить Рому. То, что пусть он не стал победителем, но, насколько я понимаю, он стал лауреатом этого конкурса. Достаточно большое достижение. Он давно к этому шел, потому что это его не первый конкурс «Живая классика». Как классный руководитель я могу сказать о Роме только хорошее. Во-первых, это мальчик, который всегда поможет в любых классных делах. Он помогает одноклассникам. Он может отозваться на любую просьбу. Телеканал «Русский Север» желает Романа достижения новых высот. Великий Устюг может гордиться юношей. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».